Итак, был вопрос. Мне кажется, более тяжелые дротики при прочих равных могут немного нивелировать ошибки в хвате. В принципе, я с этим согласен. То есть, когда ты держишь дротик и что-то ощущаешь в руке, ну, соответственно, вот эти мышцы у тебя его ощущают, и ты начинаешь бросать. С одной стороны, это хорошо, они нивелируют ошибки в хвате, но с другой стороны, ты начинаешь привязываться к дротикам. Внимание свое привязывать к дротикам. И, соответственно, когда у тебя идея, ну, я не знаю, по крайней мере, у меня другая. То есть, ты должен, что с дротиками, что без дротиков, ты должен чертить эту траекторию, и она должна быть идентичной. И, соответственно, если ты берешь дротики и привязываешь внимание к ним, ты не можешь привязать внимание к траектории. То есть, даже на начальном этапе, на этапе того, когда ты разминаешься условно, ну, как я говорю. Поэтому, да, они нивелируют немного, но потом это может сослужить, как бы, медвежью услугу. Друзья, на этом все. Если вдруг вам понравилось то, о чем мы рассказываем, обязательно задавайте вопрос внизу в комментариях. Ну и подписывайтесь. И ставьте лайк! Да, и ставьте лайк.